К рождению парнокопытных в Саранском зоопарке уже привыкли. Особо подготовки не нужно. О том, что самка беременна, сотрудники узнают сразу и за 10 дней до родов начинают к ним готовиться. Олененка ждали 7,5 месяцев. И вот 21 июля он появился на свет. До года мама кормит его сама, однако с 5 месяцев в рацион добавляют сено, ветки и зерно. У пятнистых оленей это не первый малыш в семействе, есть еще и двухлетняя самка. С детьми мама справляется, но в первые месяцы после рождения ребенка становится агрессивной. Олениха у нас очень хорошая. Каждый год она рожает нам оленят. Во время родов и после них она становится очень агрессивной. Поэтому защищает своего ребенка очень активно и очень тяжело в этот период становится с ней и ухаживать за ней, и вообще находиться рядом. Поэтому нужно и посетителям быть очень осторожными. Еще один новорожденный самец находится чуть подальше. Молодые родители – лошади Пржевальского, занесенные в Красную книгу. Однако молодыми их не назовешь, им уже по 20 лет. Вообще этот вид сейчас редко встретишь в дикой природе, и потомство появляется только в неволе. Жеребенок родился 25 июля и еще долго будет находиться под опекой. Лошади Пржевальского – это стадные животные. Как правило, жеребенок остается с матерью очень долго, часто до двухгодового возраста. После этого самец, то есть самый главный, соответственно, выгоняет вот этого жеребенка, если это самец, из стада. И он должен находить уже своих самок, свое стадо формировать. В неволе, в общем-то, мы осадили самку от самца, потому что, ну, скажем так, в избежание последствий, потому что самцы лошадей Пржевальские достаточно агрессивны. И для этого мы защищаем жеребенка. Он будет находиться с матерью в течение года. Имена малышам пока не придумали, поэтому гости зоопарка могут что-то посоветовать. На этом бэби-бунт в текущем году не заканчивается. В начале осени ожидают потомства еще одних скакунов – шетлендских пони. Арина Мелешкина, Андрей Просвиркин. Наши новости.